В Новосибирской области жильцы дома, сгоревшего еще 8 лет назад, не могут добиться положенного по закону расселения. После пожара они вынуждены ютиться в тесных комнатушках, вообще не приспособленных для проживания. Выделить нормальные квартиры администрация все это время только обещает. Возможно, процесс ускорится после вмешательства прокуратуры. Елена Макарова о тех, кто на собственном печальном опыте убедился, что нет ничего более постоянного, чем временное. Тут и спим, и едим. Готовим у нас плитка. Как-то приспособились. Установили машинку, стираемся здесь. 17 квадратных метров на троих. Бывший кабинет участкового полиции Анастасии, ее мужу и 9-летнему сыну, заменил трехкомнатную квартиру. Я все сушу и стираю в этой комнате. Больше у меня условий никаких нет. Один общественный туалет на этаже. Это не коммунальная квартира и даже не общежитие. Восемь семей после пожара в их доме разместили в здании администрации. Еще две семьи поселили по соседству, в доме культуры. Думали, поживут здесь неделю, а задержались на 8 лет. В комнатушке с одним маленьким окном Алла Емельянова отметила свой юбилей 50 лет. Сюда же к ней погостить приезжают внуки. Я уже на пенсии два года. Я говорю, ну разве я мечтала о такой жизни, пенсионер. Никакой нам помощи нет. А сколько тут жизни уже осталось? Они ждали и надеялись, что скоро заживут в нормальных условиях. Но в Мичуринском сельсовете свободного, так называемого, маневренного жилья не оказалось. Областные власти на переселение погорельцев выделили 18 миллионов рублей. Но в этот же день вернули их в бюджет. Решено было пойти иным путем. Предоставить застройщику дополнительный участок земли. А тот, в свою очередь, построив дом, должен оставить 8 квартир погорельцам. Место переселения во временное жилье людям предложили немного подождать и заселиться в собственные квартиры. Строительство нового пятиэтажного дома начали прямо на месте сгоревшего. В паспортах остался штамп с пропиской по старому адресу. Но уже три года дом не могут сдать в эксплуатацию. А значит, люди не могут заселиться в свои квартиры. Нам каждый год дают по два раза в год письма о том, что дом будет сдан, дом будет сдан, дом будет сдан. Уже 8 лет. Люди живут в совершенно нечеловеческих условиях. Понимаете, они у нас просто... А вот они эти 18 миллионов забрали. Забрали, куда дели, непонятно. Эти были и наши 18 миллионов. И за то, что они заткнули какую-то дыру в бюджете, наши чиновники забрали у нас 8 лет жизни. Исполняющая обязанности руководителя Мичуринского сельсовета Нина Кривошапкина комментировать ситуацию с погорельцами просто отказалась. Хорошо. А она сказала, что ей некогда сейчас. В том, почему сдача дома в эксплуатацию затягивается, решила разобраться прокуратура. В настоящее время строительство данного дома завершено на 99%. Ввод его в эксплуатацию ожидается в марте 2016 года. Прокуратура Новосибирского района взят под контроль ход строительных работ для того, чтобы не допустить дальнейшего затягивания стройки. По словам сотрудников прокуратуры, в случае, если вопрос о сдаче дома к марту не будет решен, то дело уже будет рассматриваться в судебном порядке.